Сделать хочу такое дополнение, небольшое. Надо отметить, что мы сейчас находимся, ещё находимся в том месте галактики, Вселенной, которые зависят от того, как движутся эти галактики и Вселенной, по синусоиде, как ты раньше говорил, и происходит время, проходит время, и развитие, то есть более светлых энергий, и деградации, более низких энергий для людей, но не для Вселенной, не для галактики. Это всё касается только тех наших человекообразных существ. И есть те сущности в нашем мироздании, в нашей галактике, которые, используя вот этот момент времени, начинают хитростью, обманом завладевать умами и людьми, которые обладают слабым духом. Это тоже надо иметь в виду. Но от каждого из нас зависит, трудиться нам, чтобы мы именно развивались, или, как ты говоришь, лежать на печи и есть калачи. Ну что ж, хорошее дополнение. Я ещё хочу подчеркнуть, что если человек ничего не делает, а только уповает на что-то Вышнее, и тем более только молится о том, ой, дайте мне это, дайте мне то, это расходный материал нашей жизни. Такие люди совершенно неинтересны Вышнему. Потому что если на самом деле мы наследники великомудрых богов и предков, то в этом случае мы должны сами стать творцами и созидателями, а не ждать, когда кто-то за нас что-то сделает. И тем более, если уж ты в штанишке себе накакал, так не надо просить прощения, надо эти штанишки снять, постирать, помыться, высушить это всё дело. И больше не делать в эти штанишки ничего. И тем более никого не ляпать. А у нас сейчас так. Сами обделались – виноваты боги. Сами что-то не делаем – виноват какой-то президент, глава какой-то. Сами друг друга обманываем, а виноваты какие-то национальности. Да они делают своё дело. Ну что же на них всё время-то пинаете? Давайте своё дело делать. Сколько ж можно кого-то искать виноватым? Сколько ж можно кого-то назначать виноватым? От этого разве стали лучше жить? Если даже они мерзавцы, если даже они последние-последние негодяи, и вы их постоянно вот тычете, вы мерзавцы, вы негодяи, вам что-то лучше стало жить? Да от того, что вы кого-то как-то назвали, даже по правде назвали, по сути. Что, мерзавец перестал быть мерзавцем? Да и он знает прекрасно, что он мерзавец. Он исполняет обязанность. Как чёрт исполняет свою обязанность. Сколько вы чёрта-чёртом не называете, он чёртом и останется. Да вопрос к вам. Вы-то лучше стали? Но если вы понимаете, кто такой чёрт, тогда вы должны понимать, кто такой Бог. Вы должны понимать, кто вы в этой жизни, что вы наследник богов, вы, по сути, делали проявление божественное. Так что же вы ничего не делаете, как Бог? Ну, если вы на светлой стороне, так будьте богами. Действуйте, как боги. Ну, если бы Бог всё время на кого-то кивал, вот, мне не дают это, мне дают это, мне дают то. Ну, что бы получилось, Баразин? Да ничего бы не получилось. Поэтому я считаю, те, кто ходит, постоянно хнычат, что нам что-то не дали, дайте нам вот это, да помолись за меня, да помолись за вот того. Да вы что, он должен молиться-то за вас? Ну, сами-то подумайте. Ну, неужели тот, кто Всевышний, настолько глух, что он не слышит ваши слова? Он настолько туп, что он не понимает ваши слова? Он настолько неведущий, что он ваши мысли не знает? Он настолько вообще глуповат, что он не понимает причин, почему это всё происходит? Кому там надо молиться, рядом с ним стоять? Вы чего, Бога-то опустили до уровня какого-то примитивного, не знаю, там, чухана, алкоголика, который валяется под забором и который надо пинать, чтобы кто-то подходил и пинал его. Эй, ты что тут не исполняешь? Там вот плохо люди живут. Вы подумайте сами, вы богов-то в кого превращаете? Ещё немножко, и вообще хрюкать скоро боги в вашем представлении начнут. Или там, покарай того, покарай сего. Что, боги не знают, кого покарать? Вам нужно обязательно им напомнить. Слышишь, Бог, напоминаю тебе, ты должен его покарать. Ещё на кнопку нажмите, чтобы он выстрелил. Молнию там или стрелу пустил, либо взорвал. Вы на себя не слишком много-то берёте, нет? Получается странное явление. Вы обращайтесь к великомудрому, всеведущему, всезнающему, вездесущему. Но обращайтесь с тем, эй, ты, вездесущий, ты ни хрена не знаешь. Ты ничего не видишь. Ты ничего не умеешь. Ты вот тому сделай хорошо, вот этому сделай хорошо, и мне хорошо сделай. Вы уж определитесь, либо он вездесущий, всезнающий, всеведущий, всемогущий, либо он ничто, как аппарат, исполняющий ваши какие-то желания. Ещё не забудьте, пять или десять рублей туда, бросьте на кнопочку нажать, как в аттракционе, чтобы он исполнил ваши хочушки. Ну вот задумайтесь, вы к кому обращаетесь? А если так, то он всё прекрасно знает. И кто вы, и что вы думаете, и что вы хотите. Вы даже подумать успели, а он уже знает, чего подумаете. Так что, когда вы разберётесь с этим, и глупостью перестанете заниматься, перестанете себе вымаливать хорошую жизнь, а эту хорошую жизнь будете создавать, как и завещали наши великомудрые боги и предки. Создавать надо себе жизнь счастливую, трудом своим, совместно. И когда вы живёте по совести, в аду с природой, святое чтение завета, великомуудрых богов и предков, то в этом случае у вас достаток, у вас радость, здоровье, счастье и любовь. Кто тогда из злодеев может вам помешать? Если вы хозяева на этой земле, если вы создатели, создатели, творцы, кто? А если вы никчёмные, то тогда обязательно кто-то находится, кто будет вам вредить, кто будет вас в рабов превращать, кто будет вас травить, уничтожать, химтрейлы там, всякие засыпают на вашу голову и так далее и подобное. Ну, сами-то подумайте. Вы кто? А то получается, вы как-то вот там великим называете, а при этом пускаете довольно табуретки. И неважно, как его называете. Или вы хотите чего-то, но при этом сами ничего не делаете. Не бывает такого. сейчас идёт отбор, ну, реально отбор, когда глупые дурачки вымирают, а мудрые собираются вместе, не просто выживают, а живут и становятся хозяевами жизни. Время пришло, света на землю. Время Руси пришло, Русь – это свет. Причём, не только у русских, с точки зрения русов, а у всех народов, у кого свет есть, кто на Руси живёт, кто Русью пропитан, кто светится изнутри. Вот наше время пришло вместе всем объединиться людям добра, людям совести, людям света и сделать это. А дурачки пускай ноют. Ну, ноют и ноют. Ну, что делать? Вовцы тоже блеют. Находится пастух, который дрынув кого-то выгоняет палкой по бокам, бьёт им и гоняет туда-обратно. А потом что делают? Боялась овца волка, а съел её пастух. Помните, да, такую присказку? Так что человеками становитесь, человеками по образу и подобию Божьему, детьми Божьими, наследниками Божьими, понимающим, что земля в нашем распоряжении нам её на время нашей жизни оставили. И передать нам её нужно своим наследникам, как землю, а не как свалку, мусорную какую-то помойку держить невозможно. А этот мы можем сделать только тогда, когда понимаем, кто мы, понимаем, для чего мы, понимаем, что такое природа, что такое мир и понимаем, как нам жить. Вот для этого мы проводим семинары, вот для этого даются знания, знания наших великомудрых предков, которые в многих книжках не написаны. Полная версия этого видео доступна подписчикам на бусти ту слэш славрадио. Части этой программы будут появляться на ресурсах Народного славянского радио и на сайте славрадио.орг. За новыми выпусками следите на сайте Народного славянского радио. Субтитры создавал DimaTorzok